Недоступная Одесса. Несмотря на все уверения городской власти о том, что они делают все, чтобы сделать город доступным для людей с инвалидностью, многие из тех, кто лишен зрения или вынужден передвигаться на коляске, по-прежнему практически лишены возможности свободно посещать магазины, аптеки, пляжи и театры. Свою историю недоступной Одессы рассказала изданию «Пушкинская одесситка» Елена Олейник. Издание «Пушкинская» опубликовало статью героини, которой стала обычная одесская девушка Елена Олейник, которая на собственном опыте испытала все прелести доступности родного города, ведь Елена передвигается на коляске. Вот что пишет интернет-СМИ. Цитируем. Право на свободу передвижения прописано в Конституции Украины, однако для людей с инвалидностью это право часто бывает ограничено. Улицы Одессы порой напоминают полосу препятствий. Недавно, отмечая это издание, мы узнали, что Urban Music Hall собирает средства на 16 концертов для людей с инвалидностью. Однако одесситы не спешат поддержать инициативу. Из необходимых 72 тысяч гривен собрали только 5355 гривен. «Пушкинская» спросила у девушки, которая передвигается с помощью инвалидной коляски, почему этот проект так важен и насколько в нашем городе вообще сложно куда-либо попасть. Елене Олейник, 32 года. Она работает переводчиком китайского языка, занимается спортом под названием боча и трейл-ориентированием, а еще вопросами доступной среды для людей с инвалидностью. С этими вопросами Елена знакома не понаслышке. Когда ей было 12 лет, она перестала ходить из-за поражения периферической нервной системы. Конец цитаты. По словам одесситки, когда человек теряет способность ходить в его жизни, все кардинально меняется. Быть распорядок дня, отдаляются друзья. Некоторые люди с инвалидностью не могут даже выйти на улицу без посторонней помощи, если в доме нет лифта или пандуса. Если все-таки получается выйти, то человек все равно остается ограничен в своих передвижениях. Снова цитата. Две главные проблемы в Одессе, по словам Елены, это отсутствие пандусов и культуры вождения автомобилистов. Пандусы в городе очень часто ставят для галочки. Некоторые расположены под таким углом, что ни съехать, ни заехать, в том числе с посторонней помощью, невозможно и даже опасно. Но если он все-таки есть и пригоден для людей с инвалидностью, зачастую на нем припарковано авто. Елена связывает это с тем, что пока люди сами не оказываются в коляске, они не понимают, в чем проблема. Конец цитаты. От себя добавим, что в нашем городе существует специальная программа под названием «Равенство», цель которой – сделать доступной Одессу всем категориям населения. Некоторое время назад был проведен мониторинг центра Одессы. Тогда выяснилось, что самая центральная улица города, Дерибасовская, доступна для маломобильной группы населения всего лишь на 30%. Субтитры создавал DimaTorzok